Городские власти отказали ветерану Великой Отечественной войны. Мужчина на публичных слушаниях по бюджету, которое прошло в октябре, попросил чиновников в 2018 году заасфальтировать площадь на конечной остановке вокзал. Но сотрудники финуправления не сочли нужным переделывать проект бюджета. Ухабы и колдобины. Эта площадь уже много лет нуждается в капитальном ремонте. Перевозчики и пассажиры неоднократно жаловались на качество асфальта. Полумеры в виде ямочного ремонта оказываются малоэффективными. В октябре этого года на публичных слушаниях по бюджету участник Великой Отечественной войны Иван Белоконь предложил привести этот участок в порядок. 90-летний ветеран оказался одним из немногих жителей города, кто отважился открыто и официально заявить о волнующей проблеме. Обращение пожилого человека начальник финуправления Наталья Скорнякова приняла к сведению. Вопрос изучили, но вносить какие-либо изменения в бюджет отказались. Получается, что за счет муниципальной казны дорогу в ближайшие годы не заасфальтируют. Однако есть шанс, что средства на ремонт дадут из регионального бюджета. Ну, это отписка. Это мне понятно, что это была отписка. Это безответственность и неуважение к своим избирателям и гражданам, которые проработали в Бийске всю свою жизнь и не заслужили, чтобы по старости быть по-человечки, уезжать в сады, в огороды.